А теперь про капусту. Вот у меня здесь капуста раннее и средней спелости. Но вот видите, июль месяц не ранней капусты, не средней, я пока еще не увидела. Но вот средняя, вот она, как сказать, формирует вилочки. А вот, вернее, это ранняя капуста, она формирует вилочки. А вот поздняя, средняя спелости капуста, она, видите, вот у меня начинает, только-только начинает формировать вилки. Как это? Капустная бложка заела мою капусту. В этот раз я ее, конечно, пробовала народными средствами, у меня не получилось. Я обработала ее лотаром. Но это инсектицид, но этим лотаром допускают обработку капусты. И обработала давно, и сейчас вот у меня нет этой бложки здесь, и капуста начала набирать сил. А то буквально было все съедено. Вот давайте посмотрим мои листики. Вот такие вот листья у меня были на капусте. И так как я здесь не каждый день бываю, ну, вот я упустила момент. Дел по саду, конечно, очень много. И, ну, вот упустила. Такая я еще, такой еще садовод. Теперь, значит, что я сделаю? После того, как я обрезала, вернее, обработала капусту, я срезала вот эти листья обработанные. Ну, привела, так скажем, в относительно божий вид. Вот, ну, вот эти большие, как сказать, это слизни. Но сама я их не увидела. Народными средствами я тоже пиво сюда клала, банки и доску. Ну, не собираются они у меня под доску и в банку не залазят с пивом. Не хотят они этого. Ну, и вот по моей капусте. Ну, у меня еще есть грядка поздней капусты. Она у меня хороша. И она ничем не обрабатывалась. Ну, там тоже слизни, конечно, поработали немножко. Ну, вот сейчас она набирает силу. И, как скажем, середочка моя с коченком, да, она, ну, выглядит очень хорошо. Мы можем пойти посмотреть на нее сейчас. Так вот, моя поздняя капуста. Она ничем не обрабатывалась. И, ну, она сейчас вот начинает формировать кочаны. Уже кое-где там. Вот приличный кочанчик, вот приличный кочанчик. Ну, цыплят по осени считают. Так что осенью я посмотрю, что у меня с этой капустой. Все ли удалось или ничего не удалось. Ну, ее вот тоже погрызли слизни. Ну, или обрабатывать, или не обрабатывать. Вот выбрала не обрабатывать. Эту капусту я выбрала не обрабатывать. Так как, ну, ее солить будем и все прочее. И, ну, не хотелось бы. Ну, у меня, конечно, посеяна еще картошка. Посажена, вернее, она не посеяна. Посаженная картошка. И, ну, по-видимому, тоже не хватило картошки влаги. Ну, ботва большая, но картошки не так много. Посмотрим, что будет, когда придет время выкапывать уже на зиму картошки. Ну, на зиму, наверное, нет. Мы ее копаем, чтобы покушать молодую вкусную картошку. Это вот моя грядка клубники. Если мы вот посмотрим, это новая грядка клубники. Вот она. Это вся моя грядка. Здесь у меня это, молодые, так скажем, у меня саженцы. И моя старая грядка, которая, ну, честно сказать, ее надо привести в порядок уже. И здесь тоже обрезать уже усы. Садила я на хорошем расстоянии друг от друга. Минимум 50-70 сантиметров. И сейчас вот усы заполнят вот это пустующее пространство. На следующий год, я надеюсь, надеюсь, если Бог даст, то у меня будут достаточно клубники Виктории. Ну, вот стоим около грядки с кабачками. Кабачками я довольна. Кто любит кабачки очень сильно, тот сажает, конечно, больше. Кто любит вот так вот относительно, как я, то вот у меня 14 вот кабачков. У меня, значит, цукини кабачок и грибовские здесь. И чуть подальше у меня посажены патиссоны. Патиссонов вообще 10 штук. Что я делаю с кабачками? Вот если молодые кабачки, и у меня не хватает огурцов, я закрываю их с помидорами. Мне даже, честно сказать, кабачки нравятся больше, чем огурцы в солениях. А что можно сделать вот с этим кабачком грибовским? Это не грибовским, а с цукини. Ну, можно его начинить мясом. Вытащить всю сердцевину, начинить мясом, в духовке запечь. Под пленкой вкуснятина необыкновенная. Кто любит, просто жареный тоже хорошо. Баклажаны дороговато, а вот кабачок мало чем отличается, наверное, по вкусу. Ну, отличается, конечно. Ну, кабачками, я уже сказала, довольна. Так, вот теперь мы стоим с небольшой грядочкой фасоли. У меня фасоль посажена в нескольких местах. Ну, вот фасоль. Вот стручки прекрасные. Вот такие стручки, которые недозрелые. Ну, вот я их соберу, порежу, заморожу. И доставать, отварить надо изначально. Ну, кто как делает. Можно и не отваривать их, так заморозить. Фасолью довольна. Какая вызрит, значит, оставляю на семена. А какая не вызрит, ну, вот на переработку. Очень хорошо ее отварить в соленой воде и с яйцами. Вот такая вещь. Ну, вот теперь хочу рассказать про мою неудачу, так скажем. Это у меня морковь, грядка моркови. Вот она была засеяна у меня отсюда и досюда. Вот край там еще есть. Здесь вот очень редко моркови. В этом году с морковью у меня неудача. Я ее досеивала и сажала на отдельных грядках. Вот здесь вот тоже морковь посажена. Ну, она уже зарастает травой. Здесь был лук посажен. В этом году у меня не лука. И практически нет моркови. Вот на зиму, чтобы ее положить на хранение. Ну, нет. Так, и теперь мы переходим к моим помидорам карнабель. Вот тепличные мои помидоры еще карнабель, про которые у меня есть ролик один. Куст, в общем-то, я думала, больше он будет более массивный. Но вот здесь вот плоды. Вот посмотрите, какие плоды. Ну, они вот уже растрескались, но я их не убирала, потому что я хочу взять от них семена. И хотела показать, вот какой они формы. Вот тоже карнабель, но они немножко, почему-то форма немножко другая. Или еще нет. Ну, вот этот куст, один куст, я довольна. Он прям вот увешан помидорами. И вот тоже тут красный помидор. Довольно-таки она большая. Но форма немножко другая. И что еще? Ну, не впечатлил, не скажу, но впечатлил меня этот сорт помидор. Есть помидоры. Ну, так как я говорю, что очень сухое лето, и микроклимат, наверное, и в теплице, и на улице, он не способствует этому огромному урожаю. Но достаточно. Спасибо помидорам за такое урожаю. Мое обзорное видео заканчивается. И я хочу пожелать вам всего доброго. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И комментарии, обязательно комментарии. Буду рада. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»